Здравствуйте! Вновь в эфире телеканала Next TV, программа «Рядом с нами». Как утверждает наш сегодняшний герой, деревянный брусок в умелых руках подобен пластилину, из которого можно слепить все, что угодно. И свое мастерство, творить из дерева совершенно невероятные вещи, он уже более 20 лет передает своим ученикам. Напильником обработаешь, затем крупной шкуркой, затем мелкой шкуркой, и чтобы поверхность была идеально ровная. Хорошо? И удобным напильником, да? Конечно, круглым напильником. Все, кто знает Федора Фактуловича Сахипова, незадумываясь, скажут – у него золотые руки. И это не будет преувеличением. Учитель технологии со стажем более двух десятков лет сам впервые взял в руки нож для резьбы по дереву, будучи еще школьником. Именно тогда, на уроках труда, благодаря преподавателю, который сумел его заинтересовать, и родилась любовь к известному с древних времен ремеслу. И вот с 90-го года я в школах работаю над проблемой уже, так сказать, возрождения в школах богатейшего наследия декоративно-прикладного искусства, для того, чтобы привить любовь детей к народному башкирскому творчеству. И я считаю, что моя основная задача – это, конечно, воспитание. Воспитание творческого начала, воспитание мужских качеств. Ну, понятие мужских качеств – это ответственность, прежде всего, мужество, честь, достоинство. Здесь имеется несколько моих поделок, которые я выполнил в пятом классе на уроках технологии. Я ребятам тоже говорю, посмотрите, я тоже в пятом классе, когда у меня появился любимый учитель, учитель технологии, я никогда не думал, что стану учителем, но появился любимый учитель, который вложил вот эти качества, творчество во мне. И на сегодняшний день я являюсь уже в течение 25 лет уже учителем технологии. Это уже, можно сказать, по призванию, можно так сказать. Я горжусь, что стал учителем. Я всегда ходил в музеи, я всегда ходил в выставочные залы, даже посещал в то время и церкви, потому что там были великолепные, красивые, удивительные вещи, выполненные из дерева. Я постоянно работал с деревом, даже работая на заводе, в других предприятиях, дома, и это у меня было как хобби. После окончания института, поступив в школу, тем более отучившись у такого прекрасного специалиста, Ямаледина Ильгиза Мия Ахметовича в городе Уфе, который привел действительно уже профессионально, на профессиональном уровне, показал, как это делать, стал совершенствовать и показывать. Моя основная задача, как учитель, сейчас уже показывать, передавать свой опыт детям. Каждый творческий процесс требует терпения и выдержки, и только по-настоящему влюбленный в свое дело человек способен идти дальше, не останавливаясь на полпути. С каждым годом наш герой совершенствовал и доводил до идеала свою технику резьбы по дереву. А сколько за это время было вырезано изделий, не сосчитать. Совершенствовать мы всегда можем, всю жизнь. Я говорю уже, с 90-го года я работаю над собой, с ребятами, над проблемой, работаю с деревом, с металлом. И работы наши выставляются на выставках, на конкурсах участвуют. Сам неоднократно участвовал во всевозможных выставках, где был победителем мастера «Золотые руки» в России. Наша школа в 12-й школе тоже, мои работы отправлялись, тоже победила в конкурсе «Самая красивая школа». Ну и здесь наш выставочный зал, музей, достойный, я считаю, музей в городе, который является лучшим в городе, лучшим в республике. Как вы видите, изготовлены тысячи работ руками наших ребят, считаю, их руки золотые. Ну и сам тоже совершенствуюсь, работаю, образцы изделий мои конкретно, то есть я учу ребят на своем собственном примере, своим примером, как работать, как выполнять те или иные технологические процессы. В 12-й школу я там проработал 10 лет, было три выставочных зала, все заполнены вот как вот здесь вот. Я работал в ПЛ-27, там тоже было три выставочных зала, тоже было заполнено вот этими поделками. То есть и здесь, если посмотреть, тысячи и тысячи изделий, ребят, не говоря уже о моих собственных наработках, которые мы дарим и делегациям, и детям в садике, как, скажем, можно сказать, благотворительностью занимаемся немножко. То есть это не все работы. Все работы, как я уже говорил неоднократно, дети забирают себе домой, дарят, так же, как и я. Все изделия, которые я выполняю, дарю родственникам, родным, ну и в своем огороде тоже небольшой участок оформляю потихонечку. Имя Федора Фактуловича известно далеко за пределами Нефтекамска. Его книги, которые есть во многих школах республики, являются прекрасным пособием как для учеников, так и для преподавателей. Эта книга имеется во всех библиотеках республики и города. То есть это своего рода кодекс чести учителя, о котором сейчас много речи идет, а я его уже написал пять лет назад, можно похвалиться. И здесь имеется музыка, гимн и клятвы учителя в моем авторском исполнении. Эта книга называется «Технология художественной обработки». То есть я подвел свой итог и выпущена по всем школам имеется. И по этой книге работают все колледжи, все лицеи гор-республики, нашей республики по моим книгам. Написал книгу, написал две книги, четыре даже книги, которые называются «Художественная резьба по дереву бересте», которая выпущена в книгоиздательстве Зейнаб Биишевой, имени Зейнаб Биишевой. И эта книга уже является особием для учителей технологии, для студентов. Я там как раз ее подытожил, свой опыт по резьбе по дереву. То есть я опыт передаю не только детям, но и учителям, преподавателям, студентам, которые занимаются в художественных училищах, колледжах и так далее. Сложный и многогранный процесс обучения продуман до мелочей. Федор Сахипов работает по методу проекта – от идеи до материализации в практических работах. Это дает возможность мальчишкам не ограничивать свою фантазию. И то, что занятия не проходят даром, можно судить по внешнему и внутреннему оформлению кабинета. Ребятам говорю, что дерево – это такой материал теплый, изящный, прекрасный. Из него можно выполнить, как из пластилина, все что угодно. Для этого только нужно терпение. Технологии выполнения, процесс выполнения. Вот если вы посмотрите здесь, есть удивительно уникальные вещи, которые, посмотрев, люди не понимают, как это можно сделать из дерева. Однако, если руки золотые, как положено, с технологией знают, что мы можем выполнить все, что угодно из дерева. Но есть, конечно, своя специфика при изготовлении. Учитывается материал все-таки, который ломкий, горит, не так можно его покрасить и лакировать. То есть, есть своя специфика, можно так сказать. Это от сорта дерева? Да, здесь дерево мы не любое используем. В основном, если у нас работают дети, то работают с таким материалом, как липа. Оно мягкое, легко режется, во всех направлениях не трескается, мало гнили. А если взять другие породы, то мы работаем, допустим, с березой, с дубом, то в основном на станках при выполнении точенных каких-то изделий. А так мы работаем с любым деревом. Если работают работы для наружных каких-то дел, допустим, мы оформляем деревенский дворик, то там из сосны, из хвойных пород дерева. То есть, любую породу дерева мы используем, который есть. К сожалению, на сегодняшний день дерево довольно-таки дорогое удовольствие, дефицитное. Но мы выходим из положения, дети и сами приносят. Где-то что-то родители помогают. В этом плане им, конечно, большое спасибо. Можно так сказать, что мы здесь пытаемся возрождать полузабытое ремесло. А вот это ремесло все-таки, это уже высокое звание, забытое в наших краях, по крайней мере. Я могу похвалиться, что когда искали в ПЛ-27 мастера, во всем северо-западном регионе не могли найти мастера. Мастера, может быть, можно было найти, но учителя и мастера в совокупности совмещены, что таких мастеров, к сожалению, нет, которые могли бы передавать детям вот это творчество, вот это искусство. В 2004 и 2005 году звали, я уже настраивался было уйти. И даже, можно так сказать, через интернет и в Финляндию, и в Норвегию можно было уйти, уехать, работать. Но я в это время встретился с замечательным человеком, Шаволой Александровичем Монмашили. Учитель учителей, учитель с большой буквы, академик, Российская академия образования. И он меня, побывав на нескольких его лекциях, я понял, что я не могу уйти из школы. Действительно, непочатый край работы с детьми. Эта работа тем более нравится, тем более сама специфика резьбы по дереву. Да еще за это деньги платят. Я решил остаться, работать с детьми. Хотя могу и сейчас, по правде сказать, уйти, потому как я уже на пенсии по выслуге лет. Все возможно. Но меня пока держит эта школа. Школьный музей, который он создавал совместно с учениками, является еще одним детищем и гордостью нашего героя. В качестве экспонатов до боли знакомые всем с детства вещички, пропитанные своей эпохой, и резные изделия школьников. Федор Фаткулович мечтает расширить горизонты выставки, чтобы эти маленькие осколки прошлого и детское творчество стало доступно всем горожанам. Дети на уроках технологии учатся работать, учатся работать на современном оборудовании. Конечно, и ручной труд имеется. И результатом явилось вот это оформление замечательного выставочного зала декоративно-прикладного искусства. Создание музея башкирской культуры. Где экспонаты ребята собирают на чердаках, в домах и приносят в наш музей. Это, конечно, имеет большое воспитательное значение. На сегодняшний момент мы хотим оформить здесь хороший музей по последнему слову техники. Все-таки музейная педагогика, сейчас такое модное слово есть, музейная педагогика, где на образцах изделий дети учатся работать, будут проводиться тематические вечера, встречи с ветеранами войны, других войн. То есть, тем более накопилось столько изделий, хотелось бы их систематизировать и оформить как положено, и показывать не только нашим учителям, нашим детям, но и всему городу, всем горожанам. А еще наш герой мечтает, что настанут времена, когда профессия учителя вернет себе былую популярность. И этот нелегкий, но такой нужный труд будет достойно оплачиваться, что позволит привлечь педагогику мужчин, которых в современных школах единицы. Но не только материально-техническая база должна быть, конечно, и зарплата хорошая. Но, как говорил Шалва Александрович Амашвили, нужно изменить самого учителя. То есть новой педагогике нужен новый учитель. А для этого педагог должен самосовершенствоваться, самовоспитываться, ну и, конечно, повышать свой профессиональный уровень и свою культуру. Ну и я пытаюсь создавать вокруг ребят гуманное пространство. Без криков, без дерганий, без драки, без шума, как говорится. Ну и хотелось бы, конечно, в конце поздравить всех горожан нашего города с наступающим Новым годом. Пожелать крепкого здоровья, благополучия в семье и всех благ. Я присоединяюсь к словам Федора Фаткуловича. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы он принес вам только доброе, светлое и хорошее. До встречи в 2016 году. Редактор субтитров А.Семкин